Ребята, всем привет! С вами Александр, мы в гостевом аккаунте, но это не самое главное. В своем аккаунте я буду, честно, скажем так, собирать 28 шельдиков, чтобы попасть в это сражение. И, как вы уже догадались, мы находимся в битве Титанов. Здесь есть такой вот глюк, который уже на самом деле был давно, то есть это никакой не чит, любой из вас может этим воспользоваться. Вам нужно просто пройти все турниры, ну виповские мы не считаем, то есть если у вас нет випа, то вы просто проходите все доступные турниры, которые у вас есть и оставляете телефон спокойно лежать, не трогать, минут на 10-20. У кого как, в общем-то. И тогда у вас там вот внизу в уголке, где битвы, выскакивает такая квадратная табличка с надписью «Не пропустите этот турнир». Вы туда нажимаете и попадаете в турнир, который еще закрыт и который там должен открыться через 25 или 27 дней. Вот именно это я и сделал. У меня выскочила табличечка и нам предлагают тут сразиться. Так, давайте мы сейчас сразу откроем. У нас здесь будет, ребята, 5 битв. Первую битву я сейчас запишу с телефона, а потом, думаю, смонтирую это уже на компьютере, чтобы не было тут никаких у нас глюков. Итак, нам предстоит 5 боев и противники здесь будут обыкновенные. Здесь не будет супер-пупер-мега прокаченных противников. Ну и потому мы будем их разбирать какими-то... Давайте вот так, вот так. Я вообще травоядным, допустим, хотел бы сейчас разобраться. Кто у нас тут еще есть травоядный? Три сигназуха. Затащат вот это все дело. Наверное, как-то надо сделать... Вот так вот все-таки. Первый, скорее всего, пойдет на мясо. На самый клетку пусть идет... Ну, лучше его сделать даже вторым вот так вот. Вот так. Помчались. 300 тысяч за бой. Итого 5 боев, полтора ляма монет. Ну, монеты нас вообще не интересуют. Так. Ну, он подменится на Апатича. А ну, Апатич 38-го левела тоже как-то. Хотя, нет, он меня атакует точно. Он же может меня пробить. Но я его за один удар. Блин, даже как-то обидно атаковать вот так. У нас слишком большой запас по удару. Что ж, как-то обидно, да? Но нас легко убить. И мы легко можем убить. Конечно же, это Афиакадон только тогоядный. Как я называю, это только животных. Так, он подменился. У него остался один. Это какое-то издевательство, ребята. Один у него остался. Раз, два, два, три. Атака. Он нас за один не пройдет. Мне нужно было бить минимум два. У него останется максимум один, да? Сейчас трешечка уже будет. Ну, в общем-то, мы здесь по изи-бизи проходим. Давай. Ааа, он вообще не может нас трубить. И вот это не поможет. Короче, изи-катка получилась. Вот так вот. Супер! Так, ну, сейчас давайте мы попробуем. После того, как мы прошли один бой, турнир должен остаться у нас открытым. И... Да. Ну, как видите, еще 23 дня, 19 часов. А я уже приступил к его прохождению. Ну, сейчас я переключусь на Нокс. Для вас это займет ничего. Ладно, просто продолжаем. Мы первый бой уже прошли на телефончике. Надеюсь, я тут все нормально смонтировалась. Со звуком все хорошо, все склеится. И давайте будем продолжать. Главный приз у нас, ребятки, будет Траадон. Погнали. Так, что у нас тут? Акрокантазаврик. Давайте возьмем Горгазух. Он подменится на Литуна. Пусть там будет Эрлифазавр. И... Где мой Индоминус? Индоминус, иди ко мне, я тебя зову. Помчались. Можно ее атакануть. Ну, это легкий турнир. И каждый из вас может его пройти, кстати, да. Не стоит ждать, на самом деле, пока пройдет 28 дней, собирать все эти баллы. Ну, я-то продолжу собирать. Да, ну, а вам как бы нет, потому что, если у вас мало динозавров, ребята, то вот пользуйтесь этим лайфхаком, потому что, ну, неизвестно, сколько додастся времени. Вот после того, как пройдет этих 28 дней, либо вы насобираете 28 шильдиков, может быть, всего лишь один там день или даже два дня, чтобы пройти этот турнир. А у вас может быть мало динозавров, и а тайм-аут по освобождению динозавров, допустим, вы подрались с Теректом, он освободится там через день, и у вас более других динозавров нет. Потому как бы лучше сделайте это заранее, тогда турнир точно еще не закончится, еще больше 20 дней остается. И у вас будет время подождать и 2, и 3 дня, и там 6, даже если понадобится, чтобы освободился там какой-то интеррактор. Кто-то у нас самый дольше освобождается. Так, ну я тут что-то заболтался, даже не считал, кто сколько атакует. Ииии, вуаля! Ай, ладно, просто ГРКЗУХом его добьем. Бочоночек! Бочоночек упал. Он объелся, знаете, как это, там в тропических странах есть деревья, которые там, ну, сладкие плоды имеют, и когда они уже переспевают, падают на землю, начинают гнить, то есть бордить по факту. И животные их наедаются, и там ходят такие как пьяные, некоторые спят под деревьями, ну и прочее там все, все прочие прелести. Так, я хочу вот так вот, хочу, хочу вот так вот. Так, ну он подменится на летуна, значит, нам не помешало бы травоядного какого-то взять. Так, 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 я хочу тогда вот так. А, и оламбию возьмем. Отлично. Ой, случайно съел. Ну и два птеродактеля осталось. Не знаю, правда, разработчики что-то перегибают. Реально, 28 дней ждать, там, либо выполнить 28 боев, чтобы получить Тарадона. Ну, с одной стороны, как бы я и так все турниры выполняю, да, ну, практически все, то есть для меня получить, выполнить вот этих 28 шильдиков, это не проблема, я их выполню намного раньше в своем аккаунте, чем закончатся дни. Но один Тарадон, если бы дали 40-го Тарадона, вот это было бы хорошо. А так? Так, ладно, и оламбия не пригодилась. Берем конковинатора. Давайте выпустим его. Три горбика дорисовали ему. Это, в общем-то, был спинозавр, просто его два раза укусил тиранозавр, и получилась вот такая вот гребеночка у него на спине. Так, ну, еще два боя. Так, Таник, Алагреус. Я бы взял там какого-то там Раптора против него. Давайте Раджика возьмем. Если я возьму Раджика, он подменится. Ктира доустро. И Акроконтазавр, допустим. Можно и укусить. Почему бы и нет. Так. Берявый подбородок появился. Так, ну, он не так уж больно бьет. Он атакует на два. Я выжил. Подменяемся. Атакую на два. Еще один балл даже останется. Так, ну, у него балльчик-то один остался, да? Ну, мы пробьем. То есть, бьем на три. Раз, два, три. И два переносим. Что, нет? Таниколай Греусу передал свой балл. Снова бочоночек упал. Да, вот этот наш балл прилетел. Пять атакует на три. Два балла приберег. Ну, как раз. У нас два балла есть, а он уже пробитый чуть ли не на 30%. Так что, акроконтозавр его без проблем захомячит. Отлично. Так, и... И последний наш бой. Так, давайте амфибийками... Амфибийку какую-то возьмем. Астапозавр. Допустим, астапозавр. А если тремя амфибиями мы затащим тут? Ну, так, давайте попробуем. Не знаю, сможем или нет. Первым надо было поставить метапозавра. Он пошел бы на мясо. Но здесь апатич просто будет так танковать. Так, он решил вот так вот сделать. Ну, как-то не больно. Давай, сапозавр, сожри его полностью. Так, семь. Так, пробиваем. Легко. А акроконтозавр нас за два пробьет. За два пробьет, но это ему смертный приговор. Остается один балл. Он его никак не спасет, но должен атаковать. У него нет выбора. Вот так вот. Так, и вот наша награда. Традон. 500, 1000 баксов, 2500 генов. И супер-пупер редкий традон. Ну, вот так вот, ребята, все выполнено. Все турниры пройдено. Давайте, где тут. Есть ли у нас этот традон? Ну, вот вопрос. А, вот и он. Вот наш традон. Давайте поглядим на него. Вот такой вот умняшка. Ну, мне вот традон, помните? Я уже говорил в видео. Игра Jurassic Park The Game. Не путать Jurassic Park Builder. Я говорю про игру на компьютере. И там были такие очень ласкоголовые традоны. Такие забавные. У них еще глаза светились в темноте. Так, ну, вот так вот. Какой-то петушок общипанный у нас традон. Как-то странно выглядит. Я давно на него не смотрел. Выглядит очень как-то странно, ребята. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok